До того самого ивента, посвященного 30-летию студии Bungie, остается одна неделя. 7 декабря в игре стартует этот праздник ностальгии по старым проектам студии, которые помогали ей собрать преданную и терпеливую фан-базу. Если в прошлом видео мы говорили об одной старой игре, то в этом будут упоминания тех игр, которые выходили тогда, когда некоторые из вас даже не родились. Вот дела. Миф, Марафон, Passways into Darkness, Они, Хейла в конце концов. Все это великое наследие студии Bungie, о котором они напомнят всем игрокам в их главном текущем проекте Destiny 2. Ну, кроме Хейла. Там, видимо, все же не договорились. Сюжетно этот ивент или мини-дополнение, я все еще не понимаю, как оно позиционируется, почти однозначно не будет иметь отношения к текущему сезону исчезновения. Но все же игроки ждут хоть какого-то нового лора и объяснения происходящего. Ведь судя по тем крупицам информации, что у нас есть из официальной презентации мероприятия, а также из сливов, которые мы получали несколько месяцев назад, следует, что 30-летие будет как-то связано с таинственными... 9. Ставь лайк, если который год играешь в Destiny 2, но так и не понимаешь, кто это такие. Пока что нам не говорили, что ивент будет ограничен по времени, а значит, это активность, которая останется в игре и после Королевы Ведьмы, наверное, в течение года, пока ее не уберут в хранилище контента. В день старта 7 декабря ивент откроет свои двери для вообще всех игроков. Да, бесплатно. В рамках некой активности на шестерых игроков. Ну, там вариантов немного. Либо гамбит в патруле, либо перелопаченный в 10-й раз эксклюзационный протокол. В этой активности игрокам предстоит собирать коллекционные награды, посвященные истории студии. С момента анонса этого набора и ивента я вижу в сообществе бурные обсуждения платной части контента. И неудивительно, вся промо-компания построена вокруг платных наград и материалов. Но давайте я расскажу вам, что из всего этого богатства будет бесплатным. Новая активность с подбором игроков, рассчитанная на шестерых участников. Культовое оружие для коллекции. Не знаю, что тут имеют в виду точно, поскольку то оружие, что нам уже показали, точно входит в платный набор. Так что, похоже, тут будет какой-то сюрприз, я так надеюсь. Тайны, которые предстоит разгадать. Такая строчка сама по себе тайна, так что точно вам никто не скажет, что это. Но я надеюсь, что это очередная загадка, которую будет решать сообщество в духе коридоров времени. Награды в память о нашей долгой и богатой истории. Тут, скорее всего, имеются в виду коллекционные предметы из Банжи Стор и скидки на них. Вроде пинак 30-летию, у меня, кстати, такой есть, и он очень качественно выполнен и весит нормально так. Я бы, кстати, был рад, если бы в Банжи Стор появилось какое-нибудь большое переиздание культовых игр, чтобы вот на современных машинах можно было пройти старые игры Passways Into Darkness, ту же самую, Марафон и всё вот это вот. А то пока что там приходится на айфонах, на маках это всё ставить. Ну а теперь платный контент. Здесь список, конечно, уже длиннее, поскольку в этот пакет за 25 баксов впихнули достаточно, чтобы хотя бы постараться оправдать его цену и вообще существование. Так что загибайте пальцы. Новое подземелье Сокровищница, в которое вы попадаете через пещеру Лута. Ту самую локацию, у которой часами протирали пальцы первой задроты в Destiny 1. Это подземелье даст в награду Гьелла Хорн и набор колючих доспехов, вдохновленных револьвером Шип. Возможно, там же будут ещё какие-то сопроводительные награды типа Призрака или Спэрроу. Ещё в анонсе говорится о коллекции любимого оружия из Destiny 1, включая Айзлуну и Тысячу Ярдов. А может быть, добавят что-то ещё. Меч Клеймор из Миф и Дробовик из Марафона тоже станут доступны купившим набор и, скорее всего, тоже будут падать на разных этапах подземелья. Также в набор войдут два отдельных набора украшений. Броня в стиле Марафон, которую я очень жду. Вы посмотрите, как классно они смогли адаптировать внешний вид противников из столь древней игры к современным нашим высокополигональным варлокам и титанам. Мне очень нравится, я точно буду это носить. Кстати, если хотите узнать больше о ранних играх студии Банжи, то у меня на канале есть отдельное видео. А его вторая часть, отдельно про Марафон, доступна по спонсорской подписке. Ссылки вы знаете где. И ещё второй набор брони в стиле... Ладно, в стиле тут только варлок, но толстовочку такую я бы хотел. Уникальное украшение для шлема обещано, которое мы ещё не видели в рекламных материалах и даже непонятно, что это вообще за украшение такое. Ну и экзотический корабль, сперроу, эмблемы, шейдеры, эмоуты, ну и всё вот это вот, то что там где-то у вас хранится по мелочи. Мне, честно сказать, нравится идея такого ивента. И я сейчас даже будто больше жду этот ивент, чем Королеву-Ведьму, серьёзно. Просто все эти идеи с кроссовером, сделанными явно ради фана активностями и сиреневыми кофточками, очень освежают и позволяют посмотреть на игру с изначально правильной точки зрения, с развлекательной. А вот на старте Королевы-Ведьмы снова начнётся эта погоня за уровнем силы, за модами, за гадролами и прочее писькомерство. Фу. Скорее бы. Но мы забыли поговорить об ещё одном вопросе. Какого здесь делает Зур? Ну, у сообщества есть пару крох-инфы. Точнее, всё, что есть, это пара официальных скриншотов и старые сливы, которые не стоит забывать, раз уж они стали подтверждаться с завидной регулярностью. Согласно информации из них, Зур станет этаким вариантом ивентового вендора, как обычно это делала Эва Леванте. По ходу участия в ивенте, игроки будут зарабатывать любимую валюту червивого – Стрэндж Койны. Эти странные монеты служили в первой части главной валютой для покупки ништяков, который привозил Зур. Так что он наверняка просто истратил все запасы из глобального закупа Галахорнами в 2015 году, и теперь вот вернулся, чтобы пополнить запасы. Опять же, с Галахорном. И глядя на те скриншоты, что выложили сами разработчики на сайте, охотно веришь, что примерно такой концепции и будет придерживаться какая-то часть события. Зур в Сокровищнице точно не просто так, монобор предметов, мягко говоря, странный. Череп охамкары, якорь, некое подобие гигантского глобуса, ну а сам зал выглядит очень похожим на другую локацию, которая, скорее всего, служит воротами в новую активность на шестерых игроков. Я бы рад вам был рассказать и объяснить, что тут происходит, глядя на эти пару скриншотов. Но так просто не работает. Лор 9 не дает слишком уж много подсказок, а строить весь рассказ только на утечках не хочется. А вот что хочется, так это сохранить хоть немножко тайны и неподдельного любопытства. Так что с нетерпением ждем нового ивента, когда ивент стартанет, я буду стримить его контент на канале, ну а в новое подземелье буду водить тех из вас, кто еще не сможет найти себе команду. Так что, чтобы не пропустить стрим и новости, подпишись на канал и обязательно поставь колокольчик и жди. Уведомлений много надоедливых не будет, ты вообще видел, как часто я стал ролики выкладывать, ну ты чего, какие уведомления. Ну а для поддержания канала, подпишись на Трипл Вайп по спонсорской подписке. Я буду тебе безумно благодарен, прям уважение, рукопожатие, обнимашки, как угодно.